Сегодня тема, о которой мы коснемся, волнует очень большое количество предпринимателей и бизнесменов. Сегодня речь пойдет о такой прослойке покупателей или потребителей, как мы их еще называем, которые стремятся найти выгоду во взаимоотношениях с бизнесменами, с предпринимателями. Когда вообще человек приходит в магазин, как мы привыкли, он же берет товар, но в данном случае, о чем мы с вами поговорим, покупатель ищет совершенно другую выгоду. Об этих покупателях или потребителях, как их мы называем, можно сказать, что они составляют такую прослойку, как потребительский экстремизм. Такой термин появился, в общем-то, недавно. Мы знаем, что эти примеры уже есть и в других странах. К сожалению, эта волна докатилась и до нас. И вот эта прослойка, к сожалению, она начинает все больше нарастать. Ирина Васильевна, у меня к вам вот первый вопрос. Что движет этими потребителями, когда они ставят своей целью, ну, скажем так, нанести определенный вред, ущерб имиджу предпринимателя? Что ими движет? Потребитель-экстремист, он выбирает специально те условия, которые, где у него права защищены, согласно закону Ассоциации, он ищет выгоду, чтобы подать иск в суд. При подаче иска в суд зачастую практика показывает, что потребитель всегда прав, чем предприниматель. Вот этим они и пользуются. Да, потребитель прав, этим они и пользуются. И наши предприниматели не защищены. Они теряют свое время, теряют свои нервы. Да, имидж теряют. Да, имидж свой теряют. Но что интересно, да, потребитель, он даже провоцирует эту ситуацию специально. И что интересно, очень много в составе подобных потребителей людей, которые, в общем-то, знакомы с этим законом о защите прав потребителей и свою пользу обращают часто вот эти статьи. Вот это тоже есть, наверное, фактор, который способствует росту именно данной прослойки. Да, да, да. Ну и как сегодня потребители, честные потребители могут отречься от такой прослойки? Или, скажем так, есть ли возможности для защиты у предпринимателей, бизнесменов, когда к ним приходит покупатель с явными намерениями высказать или сделать свою выгоду? Предприниматели, они должны быть защищены. Можно им посоветовать следующие правила. Нужно заключать им договор. Должна быть письменная форма взаимоотношений потребителей с предпринимателем. Нужно подготовить договор грамотный, полный, нанять юриста грамотного, где будет указана большая защита в их интересах, гарантия, что они выиграют суд. Составить грамотные акты выполненных работ, счета фактуры, накладные. В актах нужно им указывать больше, чтобы потребитель ознакомился с товаром, что нет недостатков, принял, отпустил, принял, нет недостатков, было расписаться и впредь, чтобы они были защищены, чтобы потребитель не мог предъявить претензии. Да, и примеры показывают, когда мы выступаем в судах, что потребитель говорит фразу, что данные то или иное слово предприниматель не говорил по приему той или иной услуги. Вот поэтому очень важно для предпринимателя, на мой взгляд, иметь и способы фото- и видеофиксации. Ну, может быть, это и аудио, может быть, это и микрофонные записи, но в принципе, наверное, предприниматель должен применять все средства для того, чтобы фиксировать свои действия и защитить свои тоже права. Фиксация действий, именно предоставление... Многие не обращают внимания, наверное, на эти факторы, которыми пользуются именно как раз потребительские экстремисты. Потребительские экстремисты. Ну, а какие примеры можем мы сегодня привести, когда говорим об экстремистах? Это ведь речь идет о совершенно разных сферах. Это может быть и покупка обуви, когда человек поносил буквально, ну, несколько дней или куда-то сходил в красивые обуви на свое событие, а в то же время через несколько дней приносит эту обувь и говорит, что дайте мне деньги, эта обувь мне не нравится. Бывают такие случаи, не только с обувью, кстати. Нет, в Союз Потребителей нашей организации, Республика Тарстан, часто поступают жалобы от потребителей. Выходя на эти жалобы, жалобы подтверждаются в рамках области защиты прав потребителей. Но потом выясняется, что данные эти потребители, экстремисты, подают иски в суды. Такие, к примеру, у нас есть, факты есть. Эти потребители, у них фамилия в интернетах есть. Многие продавцы и предприниматели знают их фамилии, сотрудничают с другими. Делают даже черные списки таких, и даже фотографии. Да, да, да. И стараются себя защищать в судах. Даже есть факты, несколько фактов, подача иска в суд от потребителя. Предприниматели обращались к нам в Союз Потребителей, чтобы мы его защитили. Ну, здесь надо, да, обратить внимание, действительно, еще и еще раз повторить о том, чтобы предприниматели, защищая себя от подобного рода категории населения, все-таки уделяли внимание юридической форме защиты. Имеется в виду составление грамотный договор и даже взятие в штат квалифицированного юриста. Потому что многие, я знаю, бизнесмен, предприниматели получают договора из интернета. А эти договора, да, неграмотные, они не отражают специфики зачастую той деятельности, которой владеют предприниматели. В результате они страдают сами. И надо сказать, что в таких судах, в которых мы, к сожалению, с вами принимаем участие, вот иски подобные потребительских экстремистов могут достигать несколько десятков тысяч рублей. Например, иск, скажем, по обуви в пять тысяч, конечный результат предъявляемого иска может достигнуть 50 тысяч. И вот об этом предприниматели должны сегодня знать. Ира Васильевна, что бы мы еще пожелали сегодня для того, чтобы избежать подобных случаев? Есть ведь такие категории, которые специально ищут возможности привести, ну, если не к несчастному случаю, то к подобному, например, могут специально упасть в каком-то зале, вызвать врача. Вот в этом плане, что вы могли бы посоветовать продавцам, покупателям, юристам? Ну, это, само собой, фиксация камеры, видеокамеры, свидетелей, что данный потребитель не упал у них или не сломал что-то. И вот здесь очень важно, я вас перебиваю, очень важно специалистам этого магазина знать, как вести себя с подобного рода просьбами. Например, человек попросил прокатиться на велосипеде, и очень часто, к сожалению, уступают те же самые продавцы, хотя знают, что подобные прокатки, да, они чреваты падением, а может быть, специальным падением. И такие случаи были, кстати. Были, были. Да, поэтому грамотное ведение специалистов обеспечивает, обеспечивает, собственно, и защиту от подобного рода потребительских экстремистов. Ну, и в заключение, наверное, надо сказать, что вот в таких ситуациях, когда мы сталкиваемся, очень многие предприниматели не знают, как поступать с точки зрения юридических норм и законов. Поэтому, если есть такие сложности, наверное, они могут обратиться и к специалистам, и юристам, в нашу союз. Да, в нашу союз. Какие вообще возможности юристы обладают нашего союза потребителей? Они ведь не только могут консультацию дать. Они могут иски подать, суды. То есть составить соответствующие претензии, выиски, и даже участвовать в суде. Да, и такие прецеденты были. И, в общем-то, с участием представителей союза потребителей эти иски, как правило, выигрываются. Ну что ж, спасибо вам за диалог. Я думаю, если поступят новые вопросы от тех, кто нас слушал, наверное, мы на них также сможем ответить. Спасибо вам. Спасибо. 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 Спасибо.